Здравствуйте! В эфире Первого Приднестровского телеканала, программа в центре, в студии Инна Делева. В эти дни в Приднестровье гостила представительная делегация. Иерархии России, Украины, Сербии, Греции, Молдовы приехали по приглашению архиепископа Тираспольского и Дубасарского Салвы. У нас в студии митрополит Верийский, Науский, Комбанистский, Пантелеймон и митрополит Сервийский, Казанский Павел. С ними мы поговорим о цели визита и о жизни верующих в Греции. Здравствуйте! Рады приветствовать вас в нашей студии. Рады приветствовать вас у нас в Приднестровье. Скажите, какая причина побудила вас приехать сюда и совершить столь долгий путь? Мы приехали сюда для того, чтобы вместе с нашим братом принять участие в его большой радости. Си συμπλήρωση των 55 лет, которому исполнилась красивая дата 55 лет. Моя хара που είναι και δική μας, εφόσον συνδеόμεθα με φιλία πάνω από 25 χρόνια. Эта радость не может быть и нашей, поскольку мы связаны радостью уже больше 25 лет. Так что для нас это было очень большой радостью. Итак, Павел, как давно вы знаете нашего предстоятеля? Павел, как давно вы знаете нашего предстоятеля? Мы с ним знакомы уже более трех лет. Я приехал, конечно, в первую очередь, в первую очередь, когда ваша республика праздновала 25-летие. Как вы оцениваете его труды здесь, архипасторские? А вот сейчас вы будете работать, архипастор, чем мыishops? местных, очень большие, очень важные. Хотелось бы еще добавить, что Владыка Савва, поскольку его знаю очень давно, где бы он ни находился, он всегда очень жертвенно подходил к своей работе и поэтому у него есть и были всегда большие результаты. Сказал бы он очень достойный работник церкви и людей. Вы сказали, что вы уже давно знаете, три года знаете вы, много раз были в Кенестровье. Вы знаете, вы много знаете, три года, много раз вы приехали здесь в доме. Вы общались наверняка с верующими. Сигурно, вы говорите, что вы думаете, отличаются ли православные верующие в Кенестровье? Чисто это pequeе. А как мы понимаем, какое мое влияние. В Кенестровье, вы знаете, мы понимаем, что Image of the fact это маленькое. В Кенестровье и в Кенестровье вы уникали? В Кенестровье в большинстве можно увидеть уважение послушание в Греции поскольку мы народ среднеземный наш климат втягивает другие характеристики поэтому у нас народ немножко эмоциональный и иногда можно даже подумать что он неуправляемый но все это что бы они ни делали вот этот характер упроявляется и неважно то есть это проявляется и по отношению церкви и по отношению государства вот такие у нас но это не значит что наши люди не любят свою церковь вы явно скромничаете потому что мы здесь знаем гречи греков как истово верующих глубоко верующих что мы не хотим истово верующих истово верующих истово верующих это правда это правда это правда очень верующий народ не меняется ли это с годами мир меняется люди меняются есть попрытки и некоторые но в любом случае в целом у нас очень верующий народ и не будем забывать что 400 лет мы жили рабами несмотря на это у нас осталась наша православная вера и наша вера в конец поддержала желание наше стать свободными людьми сейчас к сожалению Греция простите меня за политику не очень легкие времена в экономическом плане как церковь помогает людям справиться и 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 десвительно очень тяжелые времена но вера людей в этом тяжелом положении приближает людей к церкви к церкви И сегодня Церковь, наверное, играет большую роль, потому что... Потребует, чтобы не только дубковна, приходится кормлять и физически. И народ видит, что Церковь помогает людям. Но мы все считаем, что пройдут тяжелые времена. Мы в том числе переживали времена, когда Московский Патриархат не общался с зарубежной Православной Церковью. Сейчас подписан акт о каноническом общении. И в этой же снигме гинуты и десменты между Грецией. Как вы оцениваете эти контакты и будущее этих контактов между Грецией и... ...сас фейнете, дηλαδή, то μέλλον αυτών των сχέσεων του Русикου Патриархиου... ...ме τις εκκλησίες του εξωτερικού? И если это каким-то образом помогает... ...и имеем в виду людей для того, чтобы укреплять ввери... ...в хороших отношениях между людей... ...тогда это очень хорошие дела и очень хорошие личности. Церковь всегда была миротворцем. У нас никогда не было желания поссорить людей, а сделать их ближе, сделать их братьями. Спасибо за свои пожелания... ...нашему епископу. Просто не, κύριо Киев Юрьев Савва. Я бы хотела попросить вас обратиться с... ...наставлениями, добрым словом, к Приднестровцам, которые будут смотреть наши программы. И пито пофто, напито к и мерикаго логи... ...ката-теен, что с антропуш, то тупумаш, то Приднестровье. И евхезмас, όπως λέме, στην Екклесия, и не диаполез. Наши пожелания в Церкви всегда переполнены хорошим. Они богат и полны большой любовью. Особенно для вашего Архиепископа Владыки Савва. И мы вернем, что это, что начали... ...эно, что начали... ...смужение Бога, и нужно поддержать Бога в исполнении. И поддержка людей нужна, не только Божья, но я заранее говорю, что исходя из того, что я вижу, у него поддержка людей и властей есть. Если посмотреть на лицо Владыки Саввы, всегда можно увидеть улыбку на его лице. И это как отражение его сердца. Такое сердце, оно всегда переполнено любовью, уважением. Во-первых, перед Богом, а во-вторых, открыто для всех людей. И это то, что открывает иерарха для людей. Мы желаем, чтобы он всегда был таким, чтобы он разделял радость, где бы он ни был, чтобы вокруг него была только радость. И вот это благословение, чтобы переходило через него на людей. И всем вам радоваться тому, что он у вас есть. Разрешите мне сказать, Люди должны понимать, что это очень большое счастье иметь такого архиепископа. Спасибо вам большое, что нашли время и пообщались с нами. Спасибо за добрые слова, которые сказаны. Конечно, где бы мы ни жили, мы верим, что Господь видит нас, слышит нас. И мы молимся, чтобы он нас поддержал. И Греция вас тоже любит. Спасибо. Это была программа в центре. Спасибо за внимание. До встречи.